Зимние морозы, как правило, сопряжены с такой проблемой, как гололед. Падения, связанные с ними переломы, вывихи, разрывы менизка или связок увеличивают риск артроза в будущем. И это один из немногих случаев, когда заболевание может развиваться даже у совсем молодых людей. Если же человек пожилой, травмы еще более опасны, потому что естественное восстановление хрящевой ткани суставов сильно замедлено. Ну вот о травмах и поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, к нам в студию пришел Эдуард Сергачев, врач-травматолог врачебно-спортивного диспансера ЦСКА ВВС. Добрый день. Ну как, Эдуард Александрович, наверняка не любят травматологи зиму. Ну так тоже сказать нельзя не любят. Зима – хорошее время года. Просто надо относиться к ней так, чтобы она не принесла тебе никакие неприятности. То есть зима требует определенного поведения человека, определенных каких-то уже других взглядов, когда ты выходишь на улицу, быть более осторожным, быть более внимательным. И самое главное то, что надо позаботиться, во-первых, прежде всего о состоянии своего опорно-двигательного аппарата, с тем, чтобы устранить такой фактор, который может впоследствии привести к неожиданным каким-то падениям на улице. И связанным с этим, не дай бог, кого произойдет, травмами, переломами, что потребует какого-то дополнительного лечения. Поэтому лучше провести профилактические какие-то мероприятия. Начинать надо, если театр начинает с вешалки, то в зимнее время, прежде чем выходить на улицу, надо одеться по погоде, с тем, чтобы обувь была не скользкая, чтобы она не мешала ходьбе, чтобы можно было свободно перемещаться и чувствовать себя в то же время комфортно. А давайте мы тоже с вами с вешалки начнем, то бишь с опорно-двигательного аппарата. Во-первых, давайте его посмотрим сейчас, покажет наш режиссер нам, как это выглядит. Вот, что же он из себя представляет? Опорно-двигательный аппарат – это довольно-таки сложное устройство, которое состоит из множества костей, мышц, сухожилий, которые требует он для того, чтобы хорошо работал, требует к себе внимательного отношения. То есть это не только сами кости непосредственно? Не только сами кости, тут и мышцы, и сухожилия, и все, как там они между собой функционируют, как они между собой связаны с тем, чтобы все это работало, как в хорошо отлаженном механизме. Такая сложная система достаточно. Ясно и понятно, да. Если что-то в одном месте не совсем хорошо уже, не совсем комфортно, то это может привести к нарушению всей работы механизма и уже вызвать какие-то нежелательные осложнения. А какие основные виды травм бывают? Основные виды травм бывают. Но чаще всего при падении повреждается, допустим, очень неприятный травм, когда повреждается тазобедренный сустав, переломы в области тазобедренного сустава, что требует уже обязательной госпитализации, обязательного лечения. Они иногда даже использовали оперативных методов лечения. Коленные суставы, к сожалению, с возрастом у людей они теряют былую, ну, как и все суставы, теряют былую гибкость, эластичность. Это может способствовать появлению каких-то нежелательных последствий, травм, переломов, вывихов, растяжений. Поэтому надо заранее позаботиться об их состоянии и уделить какое-то время, чтобы провести, ну, как профилактический курс лечения, даже если у тебя пока еще ничего серьезного не произошло. Эдуард Александрович, а вот можно сказать, какая из травм опаснее всего? Вот вы назвали и переломы, и вывихи, и растяжения, и разрывы связок. Или нельзя такой вот вывод сделать? Ну, это можно сказать, знаете, в общем-то, каждая травма, когда касается именно непосредственно какого-то конкретного человека, то для него она является серьезной. Травмы, которые приносят, во-первых, какие-то неболевые компоненты, во-вторых, человек становится уже на этот период нетрудоспособен, то есть тут уже возникают какие-то отношения между работодателем и пациентом, уже определенные, то что он вынужден будет находиться в стационаре, посвятить долгое время своему лечению, выздоровлению. И все это потребует, конечно, дополнительных средств, денежных и все. То есть это совершенно лучше избежать, чем получить. А каждая травма, в общем-то, она сама по себе серьезна, и не только тем, что случилось в данный момент, но, возможно, различные нежелательные последствия, которые надо избежать. И для этого надо проводить уже грамотное полноценное лечение, то есть очень серьезно относиться к своему здоровью. А для травматологов какая все-таки травма самая неприятная? Какая сложная и излечимая? Ну, для травматологов, ну, травму, что я могу сказать, в коленном составе, когда повреждаются различные там связки. То есть если это спортсмен, то это требует дополнительных там каких-то дополнительного времени на лечение. Иногда это даже грозит тем, что он уже не может заниматься тем видом спорта, которому посвятил себя. Обычный человек тоже, он теряет работоспособность, теряет это, может уже потерять какие-то там дополнительные что-то. То есть может потом и не восстановиться полностью, в принципе. Да, может полностью не восстановиться, а уже получить инвалидность. То есть уже уйти, как говорится, от активной жизни и стать уже человеком, который, ну, уже не может так работать, быть таким полезным обществу и себе, как это было раньше. То есть... А вы сказали, что травмы могут иметь последствия. О каких последствиях вы говорите? Ну, последствия, травмы какие. Это у каждого человека с возрастом, во-первых, происходят уже изменения, возрастные изменения в тех же суставах, начиная там даже с 20-30-летнего возраста. Это может обостриться артрозы, артриты, то есть изменится уже и объем движения в суставах. Что сделает невозможным даже там, допустим, ходить, ездить на машине и то есть вести активный образ жизни. Уже человек будет привязан к инвалидному креслу и, в общем-то, отсюда со всеми вытекающими отсюда последствиями для своей жизни. Ну, а вот смотрите, например, человек упал или ударился, там что-то произошло, ну, больно, да, вот ощущение больно. Ну, а как понять, что все-таки у тебя травма и что должно послужить поводом обращения к врачу? Можно ведь подумать, что, ну, полежу, пройдет там. Ну, да, но боль это уже сам по себе сигнал, что что-то произошло, если боль не проходит, и ты видишь, что там стал хуже работать, допустим, сустав, меньше объем движения стал, появилось какое-то усиление боли при ходьбе, при нагрузке. Конечно, лучше обратиться к врачу, чтобы уже специалиста смотрел и вынес свой вердикт, чтобы как дальше лечиться, надо, не надо, и что с тобой сделать, уже принять грамотное лечение, грамотное решение в отношении твоего дальнейшего здоровья, чтобы все это прошло бесследно и нанесло как можно меньше вред тебе и твоему, в общем-то, организму, чтобы быстрее ты смог вернуться в строй и стать опять тем, чтобы был до травмы. Активным, жизнерадостным, работоспособным. Мы сейчас начали все-таки говорить о травмах зимних, таких бытовых, если можно сказать. Люди часто падают, собственно, даже от того, что, ну, как-то не применяют никаких мер безопасности к своей зимней ходьбе. И на эту тему давайте сейчас мы посмотрим сюжет. Зима, как обычно, ставит коммунальщиков в тупик. Соли и песка маловато, снегоуборочная техника не на ходу, а дворникам не хватает лопат. Мы же падаем на неубранном от снега тротуаре. Минимизировать последствия падений можно, если знать секреты правильного приземления. Чтобы уменьшить риск, при ходьбе в гололед нельзя держать руки в карманах. Ими нужно размахивать, удерживая равновесие. Шаг должен быть мелким и частым, а колени немного согнутыми. Если нет другого выбора, кроме как идти по льду или снегу, не шагайте, а скользите. Это означает, что вы должны делать мелкие шаги, не отрывая ноги от земли и не сгибая сильно колени. Такой способ движения обеспечивает гораздо большую устойчивость и уменьшает риск потери равновесия. При ходьбе вверх или вниз по наклонной плоскости повернитесь боком и сделайте шаг одной ногой, приставляя вторую ногу рядом. При таком способе движения главное не перекрещивать ноги, чтобы не терять устойчивость. Сильные мышцы являются ключевым фактором для улучшения равновесия. Вот почему врачи рекомендуют заняться укреплением мышц. Упражнения на равновесие, такие как попеременное стояние на одной ноге, тоже помогут. Для повышения собственной устойчивости в зимнее время желательно вводить в меню рыбу и морепродукты, в которых очень много полезного для костей фосфора. Кстати, медики утверждают, что человек, страдающий от хандры и стрессов, больше рискует упасть в гололед, чем жизнерадостный оптимист. Одним из универсальных средств улучшения настроения и повышения работоспособности считают легкую общую укрепляющую гимнастику. Силы такой гимнастики в ее ежедневности. Это программа «Здоровье». Сегодня мы говорим о травмах. И Эдуард Александрович специально пригласил нашего спортивного корреспондента. Знаете его, ваш пациент. Да, и в общем-то он сегодня образец того, как не надо себя вести зимой, если можно так сказать. Нет, ну я с этим не согласен. Ну, можешь опровергнуть. То есть это случайность, несчастный случай. Несчастный случай, да. Да, ну вот год назад Сергей сломал ногу. Поскольку он у нас образец спортивного поведения, то это случилось, естественно, на катке, на коньках. И, в общем-то, произошло то, о чем вы и говорили. Человек потерял трудоспособность и длительное время не мог работать. Вот скажите, пожалуйста, насколько сложно было восстановление и что вообще требуется, вот что вы порекомендуете, если все-таки травма уже произошла, вот что делать? Сергею не повезло в том плане, что он сломал ногу, но ему повезло в том плане, что, в общем-то, он получил полноценное лечение, его прооперировали. И потом он обратился к нам в врачебно-спортивный диспансер, где прошел полный курс реабилитационного лечения. Причем он очень серьезно отнесся к этому лечению. Но ему на работу нужно было быстрее. Посещал все процедуры, прошел физиотерапевтическое лечение, лечебную физкультуру, массаж. И в результате все у него, в общем-то, прошло благополучно. Он достаточно быстро вернулся в строй. Более того, он на коньках опять катается. Ну, молодец. Вернулся в строй, стал полноценным человеком не только на работе, но и, в общем-то, в спортивной жизни. Сереж, ну а по поводу того, что вот операция прошла, все вроде бы сделали, вот почему такая добросовестность была? И сам ли ты решил, что нужно проходить восстановительное какое-то лечение? Ну да, я пообщался с друзьями, со спортсменами. Я понимал, что вот самостоятельно разработать голеностоп ногу мне будет сложно. Ну, во-первых, дома не всегда удобно, не всегда есть те подручные какие-то тренажерчики, мячики и все остальное. Ну вот, ну а когда все-таки под наблюдением специалиста, он смотрит и направляет, что ты делаешь правильно, что неправильно, может где-то подстегнет как тренер. Восстановительное лечение, оно имеет одну и ту же схему при любых переломах? Нет, это обязательно надо, чтобы посмотрел врач, специалист, и мы уже смотрим по тому, какой человек, как он относится к этому. Подбирается комплекс упражнений, подбирается физиотерапевтическое лечение тоже индивидуально. Иногда для разработки, там, для скорейшего восстановления именно сустава мы подбираем еще различные препараты, сейчас их очень много стало, все иногда даже для внутрисуставного введения, чтобы ускорить этот процесс и улучшить процесс заживления, и ускорить самый главный процесс восстановления. Причем ускорение идет не то, что вот на какой-то короткий период, а это все продумано с тем, что сустав скорее возвращается к своему исходному состоянию, становится нормальным, здоровым, что подтверждает, в общем-то, дальнейшие, вот уже, как говорится, отдаленные результаты лечения. Когда мы смотрим, что у человека нет никаких жалоб, он полноценно вот сейчас катается на коньках, ходит, не хромает, ничего, то есть результат лечения хороший. Поэтому, если что-то произошло у кого-то, если даже там было оперативное, тем более, лечение, то, конечно, имеет смысл уже обратиться к специалистам, чтобы провести в кратчайший срок наиболее интенсивное восстановительное лечение. Действительно, вот если продолжить, да, вот у меня, значит, назначили вот внутрисуставной укол, вот без него, даже когда я начал проходить вот лечение, восстановление... Не двигался. Да, вот я наступал, да, я пытался, но через слезы. Я вот выходил из диспансера, шел по скверику вот на проспекте Ленина, и вот буквально кричал, и у меня слезы текли. Мне говорят, надо учиться ходить, во-первых, учиться ходить, да, и чтобы нога двигалась. И вокруг мамочки с детьми, которые прогуливались, они обращали на меня внимание. Когда, так скажем, я достал этот укол, наконец-то нашел в Самаре в аптеке, и сделали мне его, можно сказать, я вообще на мир по-другому посмотрел. День ото дня нога становилась все подвижнее, все здоровее, и, по-моему, недели две, да, я вот проходил курс лечения, и потом, если бы не снег, и еще весна была, март месяц, я бы вот, можно сказать, без костылей пошел. Ну, до этого я вот на костылях передвигался, так как был снег, и еще был лед, и поэтому вот доктор порекомендовал с костылечками, вот как шведская ходьба, вот я ходил. Как только снег растаял, я уже пошел спокойно. То есть пришел к нам на костылях, ушел уже в своем ходу. Ну, а это какой-то счастливый случай, или, в принципе, это нормальное развитие? Нет, это, в общем-то, если все правильно сделать, то, как правило, мы и добиваемся того, чтобы это произошло, случилось с каждым пациентом, которому обратился. Потому что оперативное лечение, если проводится, в общем-то, в 99% результат после него должен быть хороший, там уже сделано, сустав собран, все скомпоновано, и надо просто заставить его опять выполнять ту функцию, которую он выполнял до перелома, я имею в виду сустав. Поэтому вот и проводится курс восстановительного лечения, чтобы научить человека ходить, научить правильно, и чтобы он даже поверил в то, что его нога стала опороспособной, что можно ей доверять наступать на нее. Потому что невольно ты начинаешь бояться, думаешь, вдруг опять что-то произойдет, все. То есть вселить уверенность человека в том, что он вылечится, и что у него будет, именно у него все будет хорошо. Потому что без веры в то, что тебе станет хорошо, очень трудно. Ничего не получится. Когда негативные реакции, тут очень трудно добиться хорошего результата. Кто пришел и начал лечиться, он сам должен верить, что со мной все будет хорошо. Вот тогда, если провел правильное лечение, действительно это все помогает. То есть вы не только травматолог, еще и психотерапевт. Ну, конечно, без этого никак не обойдешься. Сереж, спасибо, знаю, что время – деньги. Спасибо, что пришел к нам. Эдуард Александрович, ну вот на примере, опять-таки, нашего спортивного корреспондента, на самом деле, сломать ногу на катке, наверное, может любой и каждый. Каждый, да. Что в этот момент нужно делать? Вот как еще правильно себя повести? Ведь от этого, наверное, тоже исход лечения зависит. Ну, конечно, если уж даже вот на катке что-то произошло, во-первых, надо постараться сдержать себя в руках, не поддаваться панике, ничего. Если нога действительно очень там больно, ты видишь, что какая-то там она стала не совсем такая, как была, то, во-первых, не надо на нее наступать, как можно это постараться избежать, потому что это может привести к дальнейшему смещению костных отломок, что, в общем-то, скажется и на сроках, и на результатах, может быть, лечения сказаться. Ну, чтобы как-то добраться до уже твердой земли, обязательно, если нет ничего под рукой, то даже прибинтовать там шарфом или чем-то, привязать больную ногу к здоровой, ни в коем случае на нее не наступать. И с помощью каких-то товарищей, друзей уже постараться или вызвав скорую помощь, добраться уже до медицинского учреждения, где окажут тебе квалифицированную помощь. То есть самолечением заниматься не надо, и не надо ждать, что вот я полежу, вдруг все пройдет, потом все это будет хорошо. Лучше обратиться непосредственно уже как можно быстрее после свершения вот этого. А какие действия тех, кто рядом? Ведь, наверное, тоже нужно. Ну, а тех, кто рядом, во-первых, да, вот еще очень важный момент. Ни в коем случае, если там будут вам находиться доброжелатели, которые скажут, что мы не бойся, не волнуйся, мы тебе сейчас вправим, устраним, вывих, то этого делать ни в коем случае нельзя. Даже не надо пытаться снять от ботинок там с коньком все, чтобы ничего не повредить. Надо как можно больше обездвижить вот эту пораженную конечность, привязав ее к здоровой, фиксировав, и не предпринимать самостоятельно никаких действий по устранению там смещения, прощупывания, ничего этого делать не надо. Если показалось, что там немножко бывает перелом, когда отломок уже повреждает кожный покров, выступает кровь, тоже не надо пугаться этого. Если есть там что-то подручное, наложить повязку из подручных средств, если есть, попадется там где-то аптечка все это бинтом, непосредственно прямо на одежду, и уже быстрее тогда, чтобы вас доставили в лечебное учреждение, где будет оказана квалифицированная медицинская помощь. То есть самим делать ничего не надо. А вот как вы прокомментируете золотой стандарт первой помощи при спортивных травмах? Это принятая во всем мире четверка ПЛДП. Покой, лед, давление при поднимании. Ну это все, в общем-то, это и есть уже, это очень хорошо. Надо создать, вот как я и говорил, покой, прификсировав это, конечно же, мы создадим ей покой. То есть холод в любом случае можно приложить, хуже не будет? Да, холод обязательно надо приложить, потому что это остановит и кровотечение, и уменьшит отек, и, в общем-то, снимет болевой синдром. То есть это все продумано, сделано, и все это совершенно соответствует тому, что надо применять. И постараться это, конечно, делать, если есть такая возможность. Тем более на катке там и лед найдется, и холод положить, и все. И на горе тоже, да. Да, и на горе где-нибудь, на лыжах. Вы сказали, что очень часто, особенно мужчины, обращаются с проблемами, болят колени. То есть это, наверное, не только травмы коленей. Да, это уже бывает, в общем-то, к сожалению, колени тоже, потому что они испытывают большие нагрузки. Слабое звено, скажем так, почти у каждого человека. Особенно у тех людей, которые занимаются спортом. А покажите нам, пожалуйста, еще сустав. Посмотрим, что из себя представляет коленный сустав, поскольку он самый сложный, по-моему, да, из всех. Так, коленный сустав очень сложный, там множество различных связок, различные прокладки, которые лежат между трущимися поверхностями, это называется мениски, которые фиксируют сустав в определенном положении, крестообразные, боковые связки. И с возрастом, конечно, все это подвергается определенному износу, суставы начинают скрипеть, болеть, деформироваться. Но сейчас, в общем-то, достаточно много препаратов, которые помогают как-то, по крайней мере, остановить дальнейший процесс разрушения сустава. Для этого надо обратиться к врачу, к специалисту, который назначит уже физиотерапевтическое лечение, при необходимости медикаментозное лечение. То есть это все в настоящее время поддается лечению, и, в общем-то, можно снять, по крайней мере, нежелательные последствия вот этого развивающего артроза, такие как болевой синдром, скованность, улучшить подвижность суставов, снять боль. И, в общем-то, человек это в большинстве случаев устраивает. Он стал спокойным уже спать ночью, его не беспокоит боли. Он может гулять, может сходить, позволить себе пройтись там на лыжах, покататься на коньках. То есть вернуться к более активному образу жизни. Эдуард Александрович, а я знаю, что вы долгое время работали оперирующим хирургом. И, в общем-то, сейчас есть такое мнение, что, может быть, ну, поскольку все делается, все уже придумано, пойти заменить сустав, там, вставить где-нибудь вентики, и все нормально. Ну, это можно, конечно. Но уже вот эта замена суставов, это, в общем-то, достаточно эффективный метод. Но уже применяется он, как правило, в тех случаях, когда положение становится критическим, и дальнейшее использование этого сустава уже невозможно. Или там сильный болевой синдром, или в суставе уже развивается такая тугоподвижность, что человек не может уже ходить. Да, тогда действительно единственным выходом является оперативное лечение. Но во всех других случаях лучше, в общем-то, обратиться к специалисту, потому что есть, я говорю, опять такие методики, которые позволяют, в общем-то, сделать сустав опять работоспособным. И, может быть, для каждого человека индивидуально. Может быть, кого-то устроит тот результат, который он получит в результате консервативного лечения. То есть не всегда это показано, не всегда является панацеей именно оперативное лечение. Потому что есть достаточно много методик, возможностей действительно помочь человеку и без операции. Вы сейчас, когда был Сергей у нас, вы говорили об уколах в сустав. В каких случаях они применяются и что это дает? Ну, тут тоже надо подходить индивидуально, потому что сейчас очень много препаратов, которые задерживают развитие вот этого процесса разрушения суставов, который заболевание называется артроз. Улучшает функцию сустава, снимает болевой синдром, увеличивает амплитуду движения. То есть человек, если раньше ходил, допустим, на костылях, он уже может сходить с палочкой, то есть более активно вести образ жизни. Но опять-таки это все показания устанавливает специалист, осмотрев больного, сделав рентгеноснимки. В некоторых случаях сейчас очень широко применяется это методика магнитной резонанса, исследование суставов, когда там состояние связок и менисков и всего прочего, что есть в суставе, а под самих суставных поверхностей уже. Дать оценку о возможности применения терапевтических средств или уже рекомендовать больному оперативное лечение. А можно ли вообще восстановить хрящевую ткань в суставе? Ну, восстановить-то это так сказать, что восстановить-то... Улучшить ее состояние можно. Конечно, она как-то уже становится более такой эластичной, более... И снимается тогда болевой синдром. Да, в какой-то степени улучшить состояние можно. То есть нарастить заново нельзя фактически? Ну, в общем-то, трудный процесс. Это и... Неблагодарный. Если уже сустав, если она уже вся там, вся пришла в полную негонность, то, конечно, говорить о том, что сделаем новый сустав, это, ну, вряд ли это получится. А в начальных стадиях, да, это эффективно, процесс останавливается. Там даже появляются новые вот эти образования, которые соответствуют нормальной хрящевой ткани. И снимается болевой синдром, улучшается функция. В начальных стадиях это все возможно. Ну, и все-таки мы начали с вами с того, что не хотим мы травмироваться ни зимой, ни летом. И хотим мы свой опорно-двигательный аппарат как-то укрепить, сделать ему профилактику. Что вы все-таки порекомендуете для этого? Ну, для того, чтобы, во-первых, надо, чтобы... Для того, чтобы поддержать, как говорится, в тонусе свой организм, во-первых, надо какие-то заниматься... Ну, не спортом тут не надо. Физкультура очень помогает, в данном случае, плавание. Ну, то есть надо ходить в бассейн, векти активный образ жизни, не бояться прогулок. Потому что говорят, что вот у меня болит сустав, там все, я уже должен сидеть, лежать, только на диване читать газету. Нет, это совершенно неправильный подход будет. Надо, наоборот, вести активно, ходить в бассейн, плавать, сидеть за своим весом. А есть другое мнение, что, наоборот, очень сильно нагружать суставы. Ну, сильно нагружать не надо. Конечно, занятия со штангом, с отягощениями, там это рекомендовать в данном случае не надо. Но, опять-таки, врач должен посмотреть, может, легкие какие-то упражнения полезны они всегда. Потому что сустав, он для того и создан, чтобы он испытывать, должен все время какую-то нагрузку. Если он будет без нагрузки, он разрушится еще быстрее. То есть если не ходить на этой ногу и не пользоваться, она становится ненужной, организм ее отторгает. То есть это и процесс разрушения еще быстрее усилится и приведет к полной инвалидности. Тогда нет, надо двигаться, надо стараться. Вот я сегодня там прошел столько-то, завтра прошел столько-то. Ну, и принимаю какие-то сейчас очень много различных хондропротекторов. Стоит все-таки принимать препараты? Да, стоит применять, конечно, препараты, которые помогают. Особенно тоже полезно рекомендовать еще можно, чтобы в пище была рыба, рыба холодных морей, семга. Тоже очень хорошо, потому что там все вот эти хондропротекторы уже находятся, как говорится, в натуральном виде. Тоже это очень полезно для профилактики, для улучшения функций суставов. Ну и два раза в год, конечно, хорошо бы, чтобы провести полный курс витаминотерапии. Тоже это не помешает. То есть надо следить за своим здоровьем и принимать какие-то комплексные профилактические меры. Следить за своим весом, следить за своей активностью. И, в общем-то, надо, вы понимаете, даже вот, чтобы было хорошее настроение, когда настроение хорошее, для этого надо ходить в театр, слушать музыку хорошую, слушать это, вести такой активный образ жизни. И тогда, в общем-то, тебе некогда будет прислушиваться к болям в суставах. У тебя же будут другие, более интересные дела и занятия. Тогда мы не станем вашими пациентами. Спасибо, Эдуард Александрович. Очень приятные вы нам рецепты выписали в конце. Я думаю, что никто не откажется от хорошего настроения. На самом деле, сложно переоценить значение опорно-двигательной системы. Более 200 костей, 400 мышц, сотни сухожилий придают человеку форму, перемещают в пространстве и защищают внутренние органы. А вред опорно-двигательной системе наносит поднятие тяжести, чрезмерная физическая нагрузка, переохлаждение, ношение высоких каблуков, переедание, да и на самом деле много чего еще. Так что берегите свой двигательный аппарат и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова